Привет! Это тест Canon EOS M3. Наверное, идеальная камера для путешественника. Смотрите дальше. За данную камеру я хочу поблагодарить представительство компании Canon в России, потому что камера, как минимум, заслуживает вашего внимания для того, чтобы на нее посмотреть, ее пощупать и понять, что она собой представляет. Это интересный вариант, когда вы рассматриваете камеру для путешествий. Canon EOS M3 это, по сути, первая беззеркальная камера компании, которая полноценно доехала до России и которую можно таковой считать. Потому что, ну, первая была не популяризирована. Она вышла, она была на выставках, компания ее не рекламировала, активно не продвигала. Не знаю почему. Второй, в принципе, в России вообще не было, потому что она продавалась только в Японии. И третья камера это допиленный вариант, избавленный абсолютно от всех проблем, которые были в первой версии, которые я успел попробовать всего лишь на выставке, для того, чтобы понять, что они действительно очень разные. Здесь, во-первых, очень богатый функционал. Во-вторых, корпус камеры, он сделан на базе магниевого шасси литого, но в то же время здесь все сделано для того, чтобы облегчить эту камеру, хотя легкой, совсем легкой она не стала, она тяжелая. И учитывая даже ее штатный объектив, который также облечен в металлические части, это алюминий, камера получается, в общем-то, для компактной модели не очень легкой. Но это и хорошо, потому что, ну, подумайте, в конце концов, какая вам камера нужна для путешествий, потому что эта камера, ну, никак не претендует на основную. Эта камера вторая в вашем арсенале для того, чтобы с ней можно было ездить куда-то. А поэтому вам нужна функциональная и надежная камера, которая внезапно не сломается. И это очень неплохой вариант в данном случае. Функций здесь полно. Это сенсорный экран, это объектив со стабилизатором, к сожалению, кстати, стабилизатора нету в камере. Это многочисленные опции для связи с телефоном. И, надо сказать, камера полноценно управляется с телефона. Масса вариантов, которые она может делать с телефона. То есть, откидной экран, кстати, селфи. Матрица в этой камере стоит точно такая же, как у Canon 750D. То есть, это APS-C, кропнутая матрица, в то же время в очень компактном корпусе, который, наверное, такой же, как три Canon 750D вместе взятых. Ну, я имею в виду, естественно, по объему. Матрица имеет широкий динамический диапазон и, в общем-то, неплохую карту шумов. Ну, естественно, с определенными ограничениями, которые применимы ко всей продукции Canon последнего времени. Я имею в виду к зеркальным камерам. Если вы хотите более подробно об этом узнать, имеет смысл посмотреть какие-то независимые источники тестирования, вроде DXOMark, на которых все это очень хорошо написано. Корпус у этой камеры просто шикарный. Он сделан из магниевого сплава, что, естественно, дает ему веса. То есть, эта камера действительно тяжелая. Но в то же время, эта камера очень приятная в общении. Она привычно лежит в руке, и с ней ходить по заграницам одно удовольствие. Она либо висит у вас на шее, если, естественно, вы не забыли прицепить ремешок, либо торчит у вас в руках. Из руки она не выскакивает благодаря вот этой вот обрезиненной накладке. И также вот этой обрезиненной накладке. То есть, она постоянно у вас лежит в руке. И в то же время эта камера совершенно незаметна. Это удобно, действительно удобно. У нее есть два контрольных колеса. Переднее колесо находится возле клавиши спуска. Заднее колесо традиционно для Кэнона находится вокруг основных функциональных клавиш. Далее. Клавиши, которыми управляется камера, находятся здесь же. То есть, одной рукой все делается совершенно элементарно. Однако, здесь главная достопримечательность – это экран этой камеры. Он сенсорный. Более того, он не просто сенсорный. Во-первых, он откидывается вниз. Учитывая даже то, что он стоит на штативе, экран совершенно нормально откидывается вниз. И точно так же откидывается вверх. Более того, в этом режиме вы имеете возможность фотографировать селфики. То есть, самого себя любимого на эту камеру. Точно так же вы можете либо нажатием на экран, либо нажатием на клавишу спуска, как принято снимать селфики. И камера у вас будет снимать по основной матрице, естественно. Удобно, все видно, действительно наглядно. Из интересных режимов в этой камере есть, во-первых, море сценических режимов и прочих интересных программ. Здесь есть основной выделенный режим HDR, когда камера снимает, естественно, несколько кадров, и потом их сводит в один. Это очень удобно. И даже при сенсорном нажатии, надо нажать всего лишь один раз на экран, камера сделает три кадра, потом их сведет, естественно, в один. То есть, это довольно-таки стандартный подход, но в то же время, таким образом, камера довольно-таки близка к пользователю. Крутилки здесь не шатаются, они вот крутятся только в рамках дозволенного им. И в то же время, они такие жесткие, и тяжело их чисто случайно сдвинуть, что актуально, учитывая то, что камера всегда лежит у вас в кармане. Вот этот диск стандартно отвечает за экспокоррекцию, потому что это именно тот инструмент, которым фотограф пользуется наиболее часто, и который действительно ему нужен. Здесь есть, правда, дополнительные функциональные клавиши сверху, которые вы можете запрограммировать, но помимо этого, здесь есть очень удобный сенсорный экран. Во-первых, здесь есть быстрое меню, которое позволяет вам выбрать все настройки, в зависимости от тех, которые вам требуются. То есть, вы выбрали пункт, подвинули туда-сюда, пожалуйста. Выбрали пункт, подвинули, пожалуйста. То есть, все настройки вносятся практически на лету. Точно так же камера позволяет вам интеллектуально управлять мультитач интерфейсом. Вы можете точно так же управлять мультитач интерфейсом, и камера вам будет позволять делать ровно то же самое, что вы делаете на своем телефоне. Тыкать, увеличивать камера, вам это будет все делать точно так же. Автофокус в этой камере очень достойный, но, допустим, в ограниченных условиях освещения он работает с некоторой задержкой. И, естественно, камера традиционно не фокусируется на абсолютно белых объектах, а фокусируется только на контрастных. Но эта камера неспешна для обдуманной съемки во время путешествий. И то, что автофокус здесь именно такой, в принципе, ее оправдывает. Хотя, в принципе, до каких-то пределов это можно считать и недостатком. То есть проходит буквально до полсекунды, а надо сказать, что здесь не так уж и светло, когда камера фокусируется. Для серийной съемки мы выберем, естественно, режим серийной съемки и формат сохранения файлов RAW плюс LARGE FINE. Автофокус. Обратите внимание, здесь автофокус отключается всего одной клавишей. Вы нажали налево, у вас включился ручной фокус, и поэтому камера после этого в этом режиме фотографирует гораздо быстрее. Итак, раз, два, три. После нескольких кадров, буквально четырех, камера зависает, но через некоторое время как-то отмораживается, потому что она начинает скидывать эти кадры на карту памяти, и действительно идет запись. Перестанем ее мучить. Вот запись идет. Все, запись прошла, камера все записала. Я даже не успел ничего сделать. При этом камера зависает практически кратковременно, для того, чтобы весь этот буфер скинуть на карту памяти, и скорость записи здесь действительно очень высокая. Но надо сказать, что при этом невысокая скорость съемки. Камера удобная, в том числе и сенсорный экран, который здесь работает практически идеально. Надо сказать, что автофокус здесь быстрый, но он быстрый примерно такой же, как в зеркалках HENON последних поколений, в которых есть фазовые датчики прямо на матрице, потому что она фокусируется, но проходит какой-то едва заметный промежуток. То есть она, возможно, чуть-чуть уступает другим беззеркальным камерам других производителей. То есть чуть-чуть притормаживает. Но это камера для неторопливой съемки. Тогда, когда вам нужно выстроить кадр, хорошо его сделать и снять. Дело в том, что, к примеру, что мне не понравилось, когда вы снимаете по экрану, по сенсорному, вы тыкаете в экран, после чего камера выводит вам на некоторое время картинку на экран и в это время вы снимать не можете. Серийная съемка в этой камере тоже, в общем-то, неторопливая. Но, как я сказал, в принципе, это более чем достаточно, потому что 3 кадра в секунду вполне это не репортажка. У Кэнона есть замечательные репортажные камеры. Если вам нужно снимать репортажи, пожалуйста, это они. В данном случае это камера для путешественника. Надежная, жесткая и качественная. Для управления с телефона необходимо поставить на воспроизведение и после этого нажать функцию Wi-Fi, после чего он предложит вам подключиться к тому телефону, который уже здесь прописан. На телефоне мы берем и находим Wi-Fi сеть, потому что, если у вас телефон подключен уже к какому-то определенному Wi-Fi, вам его получится переключить только вручную. Камера находится. Мы запускаем приложение Canon Camera Connect. Надо сказать, что ценность этого приложения я оценил как раз в отпуске, так как оно действительно очень функционально, позволяет вам делать очень много. Во-первых, он базово позволяет вам перекачивать изображение прямо из камеры. Вот это все изображения, которые здесь есть. Вы выбрали картинку и просто нажали, чтобы перенести ее в телефон. Она скопировалась. Но не это самое интересное. Есть здесь удаленная съемка. Удаленная съемка, в зависимости от выбранного режима на камере, позволяет вам здесь вносить практически все коррективы, то есть те настройки, которые здесь присутствуют, плюс те настройки, которые, в принципе, всегда доступны. Диафрагма в режиме приоритета диафрагмы, чувствительность и экспокоррекция, то есть стандартные настройки, которые управляют самой камерой. Дополнительно здесь можно блокировать поворот экрана, информацию выводить, которая в камере доступна. То есть довольно-таки функционально. Что мне понравилось еще, то, что в режиме Балб камера работает, если используется экран, по касанию. То есть вы один раз коснулись, началась экспозиция, второй раз коснулись, экспозиция закончилась. Если вы делаете это с клавишей или с телефоном, тогда вам придется держать руку на кнопке все то время, пока ваша камера снимает. Ну или, по крайней мере, должна снимать. Режим управления с телефона можно на самом деле использовать и для тех случаев, когда вы снимаете себя любимого. То есть вот вы видите себя на экранчике, вам не имеет смысла поднимать экран, как если бы вы снимали обычный селфи. Нет смысла нажимать на клавишу спуска, вы просто нажимаете на экран для того, чтобы камера вас сфотографировала. И камера действительно делает кадр, сохраняет его в своей памяти, потом уже вы его можете элементарно оттуда вытащить. Благодаря тому, что камера весит очень немного, ее очень легко можно поставить на какой-нибудь компактный штатив. Ну и, естественно, здесь немалую роль играет то, что экран этой камеры откидывается вверх, поэтому вы, собственно, можете видеть самого себя в процессе фотографирования. Однако гораздо эффективнее использовать этот режим тогда, когда у вас есть возможность съемки с помощью режима управления с телефона. То есть вы сначала сопрягаете вашу камеру с телефоном и уже потом снимаете с помощью родного приложения Canon, который позволяет вам дистанционную съемку. Вы используете для этого штатив, в том числе небольшой, в данном случае это был Zerui 3T35, который я также тестировал. Этот вариант позволит вам добавить к вашим собственным рукам дополнительно еще 50 сантиметров, что лично в моем случае было очень актуально, так как руки у меня короткие. Интересно, что в режиме видео эта камера имеет функционал отслеживания лиц. То есть она довольно-таки стандартно следит с помощью своего довольно-таки плавного автофокуса за перемещением объектов. То есть если вы двигаетесь быстро, она, конечно, не успеет. Но это обычно в видео и не нужно, потому что камера должна фокусироваться плавно и медленно. Учитывая размер этой матрицы, это совершенно допустимо и является стандартом. И более того, интересно, что в этой камере еще есть и внешний микрофон, позволяющий записывать звук не только на встроенный, но и на тот, который есть у вас для того, чтобы писать серьезное видео. В заключении я хочу сказать, что эта камера надежная, функциональная, уверенная в работе и практически не дающая сбоев. Единственный сбой, который был за ней замечен, это то, что у нее садилась батарейка. Но батарейка, она всегда садится, и ее надо время от времени перезаряжать. Это нормально. У нее есть селфи-экран, который очень удобно откидывается и позволяет вам снимать автопортреты или видео, в том числе для YouTube, которые позволяют это делать с очень большой легкостью благодаря наличию встроенного порта для внешнего микрофона, потому что редко кто для видео пользуется встроенным микрофоном. Тем не менее, надо сказать, что для видео эта камера имеет определенные ограничения. Она пишет только 1080p, но с плотностью кадров не больше 30. Таким образом, у вас есть определенные ограничения по редактированию видео. В то же время, надо сказать, что подсистему на данный момент существует пока не так много объективов. Я бы даже сказал, что мало объективов. Объективов нужно больше для того, чтобы пользователи постепенно понимали, что качество Canon, оно и есть не только для зеркалок, но и для без зеркалок. Если эти две проблемы удастся компании решить, то это будет практически идеал. На данный момент камера, да, с оговорками, но, тем не менее, она очень хорошо подходит для путешествий и для тех случаев, когда вам действительно нужна камера, которая снимает и снимает хорошо. Потому что качество, которое она дает, очень гибкое. Вы можете работать с изображением в конвертерах для того, чтобы получать именно ту картинку, которую хотите. А я хочу лишний раз сказать спасибо компании Canon, которая предоставила эту замечательную камеру нам на тест, потому что с этой камерой действительно приятно общаться. Она, ну, пусть такая неторопливая, но она дает вам очень хорошее качество, она дает море функций, и, в общем-то, все это в компактном корпусе, идеально подходящем для ежедневного ношения. Вам, естественно, спасибо за то, что ставите лайки. Мы всегда вещаем для вас. Это был Сергей Самсонов. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok